25 апреля на шахте имени Александра Скачинского была запущена новая лава. Она стала уже шестым очистным забоем, введенным в эксплуатацию на угледобывающих предприятиях республики с начала 2019 года. Шахта Скачинского государственного предприятия «Донецкая угольно-энергетическая компания» была основана в 1975 году. Сегодня здесь вводится в эксплуатацию новая лава западной панели. Ее запасы оцениваются в 815 тысяч тонн черного золота. Длина нового очистного забоя составляет 226 метров, выемочного столба – 2000 метров, а средняя вынимаемая мощность пласта – почти полтора метра. Заместитель министра угля и энергетики ДНР Александр Василенко поздравил горняков предприятия с очередной трудовой победой. С новой трудовой победой со сдачей шестой западной лавы пласта Л-6, которая будет добывать 500 тонн и будет обеспечивать прочность связки угольщики, коксохимики, металлурги. То есть это первое звено в этой цепи. Коксующийся уголь будет идти на переработку ободительная фабрика, то есть это рабочие места, ну и так далее. И металлурги, и коксохимики, все будут с работой, все будут, дай бог, с деньгами. В свою очередь директор департамента гортехнодзора ДНР Сергей Лунин отметил, что горняками была проделана очень серьезная работа при подготовке новой лавы. Работа сделана очень большая, лава смонтирована, подготовлена. Минимум три года есть фронт работы, поэтому лава, оценка, хорошо. Дай бог, чтобы работала и добывала уголь. О том, насколько безопасны горнякам работать в новой лаве, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Донецкой угольной энергетической компании Евгений Пастухов. Вопросы безопасности на сегодняшний день решены и которые позволят очень успешно работать данному выемышленному участку по тому заданию, которое предусмотрено режимом и планом добычи. Есть недостатки, которые были выявлены сегодня комиссией, но они устраняются в течение нескольких дней и, так сказать, не являются серьезными. Стоит отметить, что в день запуска очистного забоя и после проверки комиссии первый уголь с новой выработки уже пошел на гора.